В Одессе с 20 октября дополнительную работу в будние дни начнут три центра массовой вакцинации. Два в сети-центрах на поселке Котовского и на Таирово, а также в издательстве Черноморья, что на площади Деревянка. На данный момент в будние дни можно сделать прививку только в поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи. В департаменте здравоохранения города и области отмечают, что за три дня медикам удалось вакцинировать около 20 тысяч человек. А все из-за того, что с наступлением красной зоны в Одессе, в Одесской области, поток людей в центрах массовой вакцинации вырос в разы. Мы же не остались в стороне и начали изучать своего рода ажиотаж. Сейчас мы находимся в центре первичной медико-санитарной помощи номер 4, что на Левитана 62. И очередь здесь стоит как на первом этаже, так и на втором. Непосредственно сама вакцинация проходит на втором этаже. Администрация пункта вакцинации рассказывает, что такие очереди люди создают сами. Ведь иммунизация населения началась еще в марте месяце. И только сейчас все активно ринулись делать прививки против коронавируса. Люди сами виноваты в том, что они сейчас приходят и массово. И создаются огромные очереди. Потому что мы работаем уже на протяжении, как я уже сказала, с марта месяца. И у нас доступны вакцины были все абсолютно. И все желающие могли провакцинироваться в очень комфортных условиях, быстро, доступно и без всяких проблем. Поэтому, когда одновременно 18-19 числа пришло такое огромное количество людей, конечно, это, можно сказать, парализовывает работу лечебного учреждения. С тех пор, как Одесса вступила в красную зону, то, естественно, появились ограничения для людей невакцинированных. И количество желающих провакцинироваться увеличилось, ну, наверное, даже не в десятки раз, а в сотни раз. Наша следующая остановка – амбулатория номер 3. И здесь картина та же. Очереди большие. Однако медперсонала, который регистрирует пациентов, толком нет. Работает только один человек в регистратуре. Поэтому ожидание может быть несколько часов. Например, Евгения, с которой мы пообщались, ждала 4 часа. Кроме этого, часть людей здесь вакцинируется из-за того, что так требуют на работе. И это их несамостоятельный выбор. Кроме этого всего, также в наличии нет всех вакцин. Например, Pfizer. Кроме этого, в наличии нет всех вакцин. То есть дозу Pfizer здесь получить нельзя. Осуществляется вакцинация только Carnavac и AstraZeneca. Вынуждает то, что мне надо уезжать в другие города по Украине и по транспорту. Потом же будут спрашивать это все. Ну, просто как бы нужный сертификат, в принципе. Ну, вынужденная мера. Я не хотела делать. Я не хотела на себе это испробовать. Зачем оно мне надо, в принципе. Пусть все делают, но и мне не хотелось. Но пришлось. Очень медленно оформляют. Там сидит женщина за компьютером, которая, в принципе, не знает, что такое клавиатура, очень долго набирает. Решил вакцинироваться сегодня, потому что завтра нужно выйти на работу. Ну, как бы, соответственно, нужно вакцинироваться для того, чтобы продолжать работать. Ну, как бы, у меня свое мнение относительно всех этих ситуаций с ковидом и в целом. Поэтому, ну, нужно и нужно. Напомню, что с 18 октября Одесская область оказалась в красной зоне, где действует ряд ограничений, среди которых межрегиональные поездки и посещение торговых центров возможны только с наличием сертификата о полной вакцинации. Игорь Исенко, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Продолжение следует...